Чем мне нравится поселок Западный 1? Здесь идет постоянное строительство домов. Мы в свое-то время, дело было достаточно давно, здесь кое-что рекламировали. Поселок Нежный. Но это небольшое было строительство. Поверьте мне, все остальное, это тоже строится. Только немножко другими способами, другими темпами и другим качеством. А как еще хотите? Да, дома строятся и разные. Есть небольшие. Мы вам показываем разные дома. Дорогие, недорогие, самые дешевые дома. А теперь возникнет у нас вопрос. Вы хотите себе отличный дом? Как его быстро построить? Как его быстро построить? Я вам сегодня объясню. Давайте, у нас есть времени не так уж и много, если честно. Час. Час времени сюда потратил. Для того, чтобы вам показать, как на глубину вставляются винтовые сваи. Вот смотрите, телевидение обладает магией. По вечерам на всех каналах мы колбасим Штаты и Украину. И вы это смотрите. Тема весьма интересная. Вопрос, сколько времени вы это смотрите? Час, полтора. А рейтинги-то бешеные. Теперь вопрос другой. По сути, более важный. Как за час-полтора залить фундамент дома? Вы мне скажете, что это невозможно. А я вам сейчас продемонстрирую обратное. Так вот, куда я приехал? Вы видели в начале сюжета. Сами съемки у меня заняли 20 минут. Это были сваи для вашей веранды. Сваи для вашего дома закручиваются час-полтора. Дальше обрезка. Это быстро. Дальше заливка бетоном. И в тот же день вы можете возводить каркас. Во как, во как быстро. То есть, в течение месяца вы можете построить свой дом. Нормально? А то. Я, конечно, крайне удивился. Но за час мы все это сделали. Это круто. Конечно. Но сама технология предполагает. Ведь ее разработали в свое время военные. Именно для неудобных мест. И для того, чтобы быстро привести в боеготовое состояние какие-то объекты. В удаленных местах. Я просто людям объясняю. Ребятки, а если бы это было бы немножко другое. Если бы это был монолитный. Это сколько бы времени ушло? Это был бы не час работы, естественно. Ну, дело в том, что заливка монолитного фундамента просто по технологии требует его выстаивания. Усадки, набора прочности. То есть, 28 суток от момента заливки. Просто стояло бы. Просто обязан стоять фундамент. Стоп, стоп. Давайте просто объясним ситуацию. Люди говорят, что это стоит дорого. Я не буду говорить, сколько вы денег заработаете за 20 суток, пока ваш фундамент будет стоять. Ну, естественно. Ведь строителю надо поймать сезон. Надо, чтобы без дождей, по теплу построить. Уйти под крышу, закрыться окнами, стенами, дверями. Чтобы потом в теплом помещении вести работу. И поэтому каждый летний день строителю дорог. Что строитель, что крестьянин, летний день весь год кормит. И здесь потеря любого дня критично может быть. А теперь объясним ситуацию. То, что вы делаете, можно же делать и зимой. Да. Такой фундамент можно подготовить зимой. И какие-то работы, которые можно выполнять зимой, например, сборку каркаса, Можно делать и в холодное время года. Но отделку-то желательно делать по теплу. И вот смотрите. Сейчас на носу август месяц. Если бы залить нормальный бетонный фундамент, ждать 28 суток, там, глядишь, сентябрь. Пока возвели стены, уже, глядишь, октябрь. И если вы не завели отопление, то вы до следующего года ушли в зиму с неготовым помещением. Поэтому хозяин пошел на такие расходы. Они слегка... Насколько это дорогие расходы, если мы берем обыкновенный фундамент? Думаю, что ненамного. Почему? Потому что, ну, скажем, залили бы мы здесь бетонные сваи, они бы потребовали ростверка. Они бы потребовали подготовки каких-то земельных работ, предположим. Между ростверком надо было бы потом отсыпать скалу. Это же тоже деньги. Скалу бы надо было бы уплотнить, чтобы потом залить стяжку. Здесь же, по своему, встанет каркас. На каркас сразу обопрется пол. И вот вы уходите от всех этих расходов и от этих работ. Трудоемких, требующих техники, привлечения людских, ресурсов, ну, в конце концов, денег. Вот какая штука есть у нас. Да, без фундамента. Ну и что? Вам нужен хороший дом без промерзания грунта. Есть такая возможность. Ну, чтобы вы поняли. На северах, а доонных, 700, ну, тысяча километров по карте, все дома и бассейны стоят на сваях. Норвегия и Аляска. Всегда полы приподняты надо льдом. Они просто стоят. Просто думать надо головой. То есть, в принципе, событие абсолютно простое, да? Цена вопроса и цена времени, естественно. Вы, господа, что хотите? За 28 дней, пока ваш фундамент будет стоять, когда вы еще больше денег заработаете. По сути события, когда мы говорим о цене вопроса, она не сильно здоровьем стоит обыкновенно в фундаменте, так бог. Но возвращаясь к напечатанному. Сколько ваш дом будет стоять? Да, конечно, здесь дома очень красивые. Вопросов нет. А я посмотрю, что с ними будет через 20-30 лет. Понимаете? Человек может свой дом строить, ну, в пределах от 45 лет. Позже? Ну, я не знаю. Сколько у нас людей-то живут? Ну, ладно. Если вам это еще удастся прожить дольше, чем в левобережной кладбище, это будет хорошо, дай бог. Но возникает вопрос. Насколько вы бы хотели свой дом продлить? В продолжении? Потому что такое сейчас случается. Вы построили свой хороший дом, да? А ребенок... А ребенку почему-то город Магнитогорск не нравится. Хотя я еще раз говорю, я проехал по всем городам, страны Совета в своем смысле, в России, да и страны Совета в том числе. То есть я еще не видел ни одного города круче города Магнитогорска. Чтобы здесь были сделаны замечательные 65% дорог в городе Магнитогорска. Я нигде это увидел. Поверьте мне, я нигде не видел, чтобы вокруг города Магнитогорска на протяжении 110 километров была объездная. Такого нигде нет. Молиться надо нашему шефу, нашему директору Виктору Филипичу Рашникову за то, что он сделал хороший город. И вы посмотрите, как он... Город-то живет, понимаете? Он никуда не девается. Ну, два города есть для меня лично. Могу ли я туда поехать, я не знаю. По сути событий, чем Магнитогорск мне нравится? Небольшой, компактный город. Да, проблемки. Да, проблемки в любом городе есть. Проблемки в любом городе, чуть больше в Магнитогорске. Они везде абсолютно одинаковые проблемки. Поэтому я еще не думаю, что где-то в каком-то городе кто-то будет круче и даст вам возможность раскрутиться. Чем город Магнитогорск-то нехороший.